В половине случая в телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов. Злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось СМС-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это несмотря на предупреждение об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении. В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье мошенничества. У МВД России по Брянской области напоминает, операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора. Для этого вам придется прийти в отделение банка с документами, не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам неизвестен. Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 с мобильного номера любого оператора 102.